Привет, привет, привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов Булушин.ру, Будоблог.ру, Макивара.ру, Корректура.ру, Докторшилов.ком И сегодняшний эфир предназначен, вернее посвящен такой интересной теме, которая совсем недавно была озвучена мною также в прямом эфире, но в инстаграме, где, к сожалению, эфиры не сохраняются, поэтому я решил провести ее дополнительно еще и здесь, хотя там были интересные, прекрасные дебаты, мне понравилось, вообще было замечательно, вот, поэтому если здесь тоже пообщайтесь и зададите свои вопросы на эту тему или выскажите мнение, будет очень даже здорово. Так вот, что за тема? Тема жиров в питании, особенно при похудении, да, вот, тема, почему ее такая животрепещущая? По одной простой причине. Дело в том, что, скажу сразу, что я на эту тему в разных эфирах и в разных роликах озвучивал свою точку зрения и обосновывал ее логически многократно. А почему она такая животрепещущая? Потому что она противоречивая в том плане, что есть различного рода диеты, направленные на похудение, и в том числе даже на сушку, в которых в достаточно большом количестве присутствуют жиры. Причем даже, даже животные. Не просто растительные там, да, и животные в том числе. Вот, поэтому я коротко обозначу несколько позиций, которыми я руководствуюсь лично и обосную, почему я считаю, что это вот должно быть именно так. Ну, во-первых, давайте коснемся животных жиров. Должны ли они присутствовать в диете вообще-то принципиально? Потому что говорят о том, что животные жиры, тяжелые вот эти жиры, они не должны быть в организме, потому что это холестерин, там, это вредно и все такое прочее. Вот, давайте просто озвучим принципиально. Животные жиры принципиально в питании присутствовать должны. По одной простой причине, потому что они являются строительным элементом в 21-й раз, наверное, говорю, строительным элементом для построения собственных гормонов, сомстероидных гормонов. Любых сомстероидных гормонов, в том числе и анаболических. Вот, таких как тестостерон. Ну, и многие гормоны карнат почечников, сомстероидные гормоны, которые ответственны не за анаболизм, тоже синтезируются с участием вот таких вот жиров. Второй момент. Они нужны для того, что они являются конструктивным элементом для построения клеточных мембран. Так как наши клетки постоянно омолаживаются, вот, какие-то погибают, какие-то возникают вновь, то нужны строительные элементы для того, чтобы строить новые клетки. И в новых клеток нужно строить мембраны. И не только мембраны, а вообще жиры участвуют в строительстве различных, в том числе и нутарганелл клеток, и элементов различных, тканевых структур и так далее. Поэтому они необходимы, да. Ну, и к тому же они являются ферментами, коферментами, то есть участвуют в их построении, опять же участвуют в обмене веществ, но здесь уже как бы уже мало важно, растительные они или животные, потому что там они расщепляются до простейших составляющих, составляющих своих до глицериновых кислот и так далее. Но я вам объяснил именно, почему нужны жиры животного происхождения. Так, это раз. Два. Откуда берутся жиры животного происхождения? Ну, это очевидно, первое, что приходит на ум, это из еды. То есть едим мы мясо, свининку, например, или баранину. А разумеется, в этом мясе, которое относится, даже тощая сам свинина, относится к одним из самых жирных типов мяса. Вот. И попадают к нам эти животные жиры. В каком количестве должны попадать животные и жиры для того, чтобы обеспечить в необходимое количество энергетические функции и строительные в организме? Я уже говорю про все жиры, и про растительные, и про животные в том числе. И вот здесь вот самый главный вопрос. Когда мы говорим о необходимости, это вовсе не значит, что если необходимо, то должно быть дофига. Оказывается, должно быть очень малое количество на самом деле сам жиров, чтобы обеспечить все необходимые функции. Особенно для человека, который именно хочет похудеть. То есть убрать свой собственный сам жир. Достаточно до полграмма на килограмм массы тела. И больше-то и не надо. Ну, до грамма. Вот так вот. Если человек уже в нормальной форме находится. Представляете? А давайте подумаем, как бы почему. Вот здесь вот возникают часто споры, вопросы. А почему так это мало? Ведь, а как же? Ведь есть же и строительные функции, и энергетические функции. Некоторые пишут, что до полутора грамм должно быть. Да, ребят, смотрите. Полтора грамма нужно, предположим. Да хоть даже было бы два нужно, или даже три, если бы было нужно. Чтобы организм сам этих жиров получил. Но вопрос в том, что источником жиров, в том числе животных, и особенно самих животных, для нашего организма, для того, чтобы шло распределение на энергетические и на анаболические функции, то есть на построение клеток и так далее. Мы получаем, мы можем брать жиры не только из пищи, но и наши собственные эндогенные жиры. Вот в чем, оказывается, фишка-то самая большая заключается, и в чем умалчивается секрет. Вернее, секрет это на самом деле нет. Мы обычно говорим, надо сжигать свой собственный жир, надо заниматься кардио, аэробными нагрузками, для того, чтобы сжигался свой собственный эндогенный жир. Но когда мы говорим про питание, сколько нам жира надо употреблять, мы что-то резко забываем, что мы будем нотрутилизировать в энергетических функциях свой эндогенный жир и внешний экзогенный нам для этого не нужен. Но еще самым большим секретом, вообще гиперсекретом является то, что этот же самый собственный эндогенный жир является прекрасным источником жирных кислот и вообще жиров для построения клеток, для билипидного слоя мембраны и так далее. Просто происходит перераспределение, жир берется из жировых депо, на пузе, на бедрах, где-то еще из-под кожи, из брыжейки кишечника и так далее, то есть везде, где он может откладываться, и идет на строительные функции, на построение клеток. Если он поступает в ограниченном количестве извне, организм начинает брать его на более важные функции, а именно на энергетику и на строительство из своего же организма собственного, то есть из самого себя. Поэтому даже если вы знаете, что у вас есть избыток жирка и вы хотите подсушиться, вы можете урезать жиры вообще прямо конкретно. Не боитесь, что у вас какие-то проблемы возникнут, что у вас не хватит жиров для того, чтобы витальные функции поддерживать какие-то в организме вообще. Все будет у вас в самоработке, у вас просто ваши собственные жиры пойдут туда, где они на данный момент окажутся более востребованными. Для этого, между прочим, их организм и запасает в депо. Ведь что такое жировые депо, на отложении своего жира? Это запасы, это стратегические запасы, которые организм накопил для того, чтобы когда ему понадобится, он мог этот жир использовать, получая из него эндогенную воду, энергию и также строительный компонент в виде жирных самокислот, который идет, как я сказал, уже на синтез билипидного слоя мембран клеточных и так далее. Так что вот теперь мы к такому самопониманию приходим. Смотрите, что же происходит, когда мы едим сам жиры? Давайте просто посчитаем. Люди не любят с калькуляторами дружить и просто считать. Предположим, человек весит 80 грамм. Предположим, я как сказал, ему нужно употреблять в день, если он там сушится и такое прочее, там полграмма, ну до грамма. Давайте своему грамм, чтобы было проще считать. 1 грамм на килограмм массы тела. А давайте пускай человек весит 100, ну чтобы просто было считать. Вот ему нужно 100, значит ему нужно всего лишь 100 грамм жира в день. Давайте посмотрим, как обычно идут все расчеты. Откуда берутся цифры? Вот ему нужно 100 грамм получить. И человек начинает считать, что он выпивает с утра ложку льняного масла, где-то прочитал. Потом ест какое-то, предположим, свинину днем и считает, какой коэффициент жирности в этом мясе и сколько он это сожрал. А вечером ест салат и заправляет его ложкой оливкового масла и тоже посчитал, сколько он съел. И в итоге он считает, что вот он съел такое количество жиров. На поверку выходит абсолютно все не так. Чуть ли не в два раза может оказаться больше он съедает жиров. Потому что жиры находятся вообще во всем, что вы только сможете съесть. Вообще во всем. То есть они находятся и в овощах, которые вы в салате принимаете, и в крупах, которые вы едите. И вообще во всем, во всем, во всем, в чем только можно вообще это представить, есть обязательно жиры. Или растительные, или животные, в том или ином составе, количество, они присутствуют. В итоге, как правило, подсчеты оказываются все неверными. И для того, чтобы посчитать правильное количество употребляемых жиров, нужно прежде всего посмотреть, какое количество их находится в базовом вашем рационе дня. И только потом уже понимать, надо ли вам эту ложку оливкового масла в салат заправлять. Или не надо. Если кто-то скажет, что не может съесть сам салат без самозаправки, я вам просто порекомендую заправлять салат уксусом. Вот и все. То есть разводите его и заправляйте, будет вообще великолепно. А еще существуют различные салатные соусы тоже на базе уксусов. И все замечательно. Будет все великолепно. И только потом вы уже смотрите, нужно ли вам выпивать эту. ложку льняного масла, что-то еще. А почему? А давайте посмотрим. Вот предположим, нужно было 1 грамм на килограмм масла. Итак, 100 грамм уже человек съел животных жиров. Или вообще просто сам жиров. Представьте, 100 грамм. Во-первых, вы представьте, какое это количество килокалорий. Жир это самый емкий энергоноситель. Ну ладно. Мы говорим, что эти 100 грамм, если человек весит 100 килограмм, у него 1 грамм на килограмм массы тела, это как бы нормально. А предположим, он перелимитил. И съел не 1 грамм на килограмм массы тела, а 1,5 или 2. Ну давайте для простоты счета, опять же, пускай он съел 2. А это на самом деле, перебрать-то, это вот проще паренной саморепы. Если не считать ничего, то это элементарным образом. Получается, что вот он съел 100 грамм лишнего жира в день. Ну, во-первых, это надо его расщепить, если мы хотим его перевести в энергию. Во-первых, к чему вы взяли, что в энергию будет именно переводиться он? Этот жир. Почему? Ваш организм обладает другими хорошими энергоносителями, которые вы лупашите в течение дня. Вы едите углеводы, вы едите белки, которые расщепляются гораздо легче, успешнее. И из них энергию получить намного проще. Элементарным образом. Почему он должен использовать жир, который вы съели? Он его благополучно натурализирует в депо. И все. Ведь вы поймите, что когда мы говорим, что мы при тренировках сжигаем жир, ведь мы же не только пускаем свой эндогенный жир на энергетические функции. Мы стимулируем различного рода обменные процессы, в том числе различного рода рост и замену тканей. И на эту цель у нас как раз расходуется эндогенный жир наш. И за счет этого в том числе похудение происходит. Не только за счет жиросжигания для энергетических целей, а в том числе и за счет этого. Потому что энергетические цели организму гораздо легче восполнять из проще расщепляемых для энергии веществ. Из углеводов и белков. Так вот, вы переели, предположим, 100 грамм жиров в день. Ну, а теперь давайте посчитаем, как это выглядит в течение месяца. А месяц это получается уже 3 килограмма жира. Если вы съели лишнего, 3 килограмма жира. Это все, это просто переедая по 100 грамм жира в день. 3 килограмма. А вы хотите похудеть за месяц на эти же 3 килограмма? Хотите сжечь эти 3 килограмма жира со своего живота? И как вы его сжигать будете? Если бы вот вам эти 3 килограмма энергетические и анаболические функции, они были востребованы, вот эндогенный свой собственный саможир, вы бы его сожгли. Но когда вы его себе дали экзогенный, то есть вы его съели, зачем организм будет тратить свой эндогенный жир, который на пузе? Он в лучшем случае порасходует на эти все функции тот жир, который вы съели. И все, что на вашем сживоте отложено было, оно ровно там и останется. То есть вы ничего не сожжете, понимаете? То есть для того, чтобы сжечь вам 3 килограмма жира на животе, вам надо реально сжигать 6 килограмм жира в месяц. То есть 3, которые вы съели, в смысле переели, да? И 3 килограмма еще и собственного. Вы представляете, какую для этого нужно произвести работу вообще над собой? В 2 раза, даже не в 2 раза большую. Здесь не действует прямая зависимость, это пропорционально. Здесь не эндрифметическая прогрессия и не просто суммирование. Здесь геометрическая прогрессия. То есть если вы съели жира в 2 раза больше, чем вам надо, то сжечь его вам будет не в 2 раза сложнее, а в кубе сложнее. Понимаете, не в квадрате, а в кубе. Вот. Вот это точно. А почему в кубе? А потому что это все в объемах измеряется, а не только в граммах. Ну это я уже прикалываюсь. Вот. Понимаете, значит, идею, да? А если вы боитесь, что вы не доберете из пищи жиров, да не опасайтесь, доберете точно. Это вне всяких сомнений. Вот во всем абсолютно, даже вот вы вот апельсин сам едите, предположим, это фрукт. У него эфирных масел в нем, в этом содержится, до хреновой тучи. И уже и там есть жиры и все, что нужно. То есть, то, что вы не доберете жиров, можете даже не сомневаться, вы их обязательно доберете. Поэтому, если у вас цель похудеть, урезайте ваши сомжиры. И помните, что эндогенный жир, который уже отложился на путь, усваивается хуже, чем экзогенный, который вы сомсъели. Поэтому любой перелимит экзогенного жира, это откат такой назад, в том плане, что вы не сожжете ваш эндогенный жир, что просто, ну, капец как. Вот. А на ваши анаборические функции лучше использовать жир эндогенный. Ну, ваш собственный, уже усвоенный такой, прям конкретно ваш. Вот его и надо использовать обязательно. Так что, жиры прямо нафиг, и все будет нормально. Дальше. Животный жир легко усваивается в организме. Поэтому творог, кефир и так далее стоит покупать с максимальным процентом жирности. Ну, Мария, ради бога, пожалуйста, а покупайте. Он усваивается великолепно, усваивается и идет в жировые депо, прямо на пузо и на бедра. Сахар, например, усваивается в организме офигенно вообще, просто супер-пупер великолепно. Прямо классно вообще. И чем легче усваивается продукт, чем меньше организму нужно тратить энергии на то, чтобы его расщепить, да, то есть вот углеводы простые, например, рафинад, чем больше он достаёт энергии, но если она окажется невостребованная в данный момент, или ее будет избыток, то эти вещества, они просто не расщепятся, они трансформируются и пойдут в депо, на запас. Что углеводы, что жиры. А жиры с углеводами на пару еще быстрее пойдут туда. Просто замечательно. Поэтому я не спорю с вами, что они легко усваиваются. Хотя на самом деле усваиваются они нифига не легко. Но я просто спорить не хочу. Животный жир усваивается намного сложнее, чем легкие растительные, там различные саможиры. Потому что его действительно расщеплять для переваривания, и наши липазы, система липидная, напрягаются по обмену саможиров, эмульгаторы, такие как желчь, секреты поджелудочной саможелезы и так далее, различные липазы различного рода, они напрягаются просто капитально. Животные жиры усваивать сложнее. Но, учитывая то, что, ну пусть они даже, скажем так, усваиваются, если вы подразумеваете над усваиваемостью то, что они ближе нам, чем саморастительные, потому что мы сами животные, да, они встраиваются в организм в качестве запаса элементарным образом. Больше едим жиров, соответственно, больше толстым. А если мы при этом еще принимаем нотуглеводы, единственное, когда жиры можно относительно безболезненно принимать, если их принимать очень-очень долгое время, не принимая вообще нотуглеводов. Вот тогда организм перестраивает основной нотобмен свой, и метаболизм таким образом, что основным источником энергии для него становятся жиры. Вот это так и живут наши северные народы, которые лупашат жирное мясо в основном. У них основной источник энергии, если они не бухают, и не тетанол у них, скажем так, источник энергии, главный, что, кстати, очень сильно присутствует на самом деле, то есть у некоторых вообще народов этанольное питание, они уже на одном алкоголе энергию получают, то у них всегда в основном было главным источником энергии – это жир. Но для этого надо жить вообще без углеводов. Вот тогда это все будет нормально. На этом, кстати, основана была тема кремлевской диеты, где можно чуть ли не сало кусками жрать, главное, чтобы углеводов не было. Ну, то есть все. Ну, там были присвоены коэффициенты различные продуктам разным. И оттуда как раз и мы это смотрели. То есть самые большие по коэффициентам, а коэффициент наточков как можно меньше набрать надо было, так вот самое небольшое количество наточков всяких было над углеводов. Поэтому, типа, жиры ешьте, жирное мясо ешьте, но полностью без углеводов и так далее. Но здесь это чревато другими последствиями. Да, предположим, можно перестроить основной свой обмен, что и жиры в основном будет все это черпаться, значит, энергия вся и все такое прочее. Но можно добиться такого, что действительно будет полное захолестериневание организма всего. Это запросто, потому что избыток его тоже девать уже будет некуда. Вот таким вот образом. Ну ладно. Поэтому на самом деле мой совет, наоборот, все продукты животного происхождения надо покупать не с максимальным процентом жирности, а с минимальным процентом жирности. И лучше обезжиренные вообще. Если вы пьете кефир или едите творог, где жирность 1% всего лишь, я говорю, вам этого достаточно вполне будет, чтобы со всеми другими жирами, где до кучи, свои полграмма на килограмм массы тела или даже до 1 грамма на килограмм массы, собственной массы тела получить ваших жиров. Ну вот, то, что касается жиров. По этому поводу я имел вам сообщить. Поэтому утилизируйте свой эндогенный жир, и он тем лучше будет у вас утилизироваться, тем лучше, чем вы меньше будете жрать жира экзогенного. Пускай даже самых полезных жиров. А то у нас считаются вредными только трансгенные жиры, животные жиры, а остальные, типа, давайте кушайте рыбьего жира побольше, побольше оливкового масла, льняного. Да не надо его, понимаете, все хорошо в меру. Скажем так, да, льняное масло лучше куска сала. Но это вовсе не значит, что его должен быть избыток. Да это как это рассуждать? Что лучше, кокаин или героин? Да, кокаин менее вредный, да, наркотик, и менее тяжелый. И он поэтому лучше, да, давайте будем его употреблять. Да нет, все они не очень хорошие, все они плохие наркотики. И то же самое касается сажиров. Все они в большом количестве вредны и не нужны. Вот и все. Ну ладно, на этом я эфир свой заканчиваю. Свою мысль я донес. Если вам интересно, давайте будем обсуждать эту тему. Можете в комментариях все написать. Я все прочитаю, на вопросы отвечу. Хотите поспорить, давайте поспорим. Это видео будет обязательно выложено на моем канале на YouTube, на Live Channel. На Live Channel Михаил Шилов, не на основном канале. Вот. И поэтому можно будет его посмотреть еще и в записи. Оставляйте свои комментарии там. Будем общаться. И обязательно подписывайтесь на мои все ресурсы, посещайте их. Это budashin.ru, budablog.ru, makivara.ru, korrektura.ru и drshilov.com Всем пока, всем спасибо.